Чем в дефицитной экономике должен заниматься? И мне по этому поводу, это был один из моментов, по которым мы практически поссорились с Егором Гайдаром. Мы поссорились, а потом у нас был 10 лет спустя разговор про тот разговор. Дело в том, что, ну это мы скачем, потому что это уже конец 91-го или начало 92-го года, когда через Алексея Влюкаева Егор, Алексей Влюкаев мой однокурсник, Алексей возглавлял группу советников премьера, консультативная группа она, кажется, называлась, он сказал, Егор хочет тебя позвать в правительство. Я сказал, Алеша, я вообще считаю, что это неправильно. Вы неправильно Евгений Егорович Ясина выдернули из РСПП, где он очень важную роль играл, и сделали представителем правительства Верховного Совета, потому что нужно не сосредотачивать всех людей в одном узле, а нужно, чтобы, наоборот, в разных силах и так далее, и так далее. И я вообще не хочу идти в правительство, потому что я считаю, что я занимаюсь важным делом. И тогда Егор-то сказал по этому поводу фразу, с которой мы разошлись. Я говорю, ты что считаешь, я в бирюльки, что ли, играю? Он сказал, честно, да, ты в бирюльки играешь. Я говорю, ну посмотрим, сказал я. И у нас возникли, конечно, довольно жесткий период. Потом мы встречались много раз после его отставки, и когда он был вице-премьером, и когда он был в Думе, и прочее, прочее, обсуждая всякие вещи. А к этому разговору мы вернулись в году, наверное, 2000. Можно точно посчитать. В этом году будет Людмиле Михайловне Алексеевой, дай бог ей здоровья, 85. Значит, это было, скорее всего, 75-летие Людмилы Михайловне Алексеевой, то есть это было во втором году. И Гайдар, Егор мне сказал, нет, это было, конечно, позже. Значит, это было в седьмом, потому что мы уже довольно мрачно смотрели на происходящий вокруг. И Егор сказал, ты знаешь, я тогда был неправ. Вот то, что вы делали, это было очень важно, надо это все проращивать. И ведь работает то, что вы делали, работает. А повалилось очень многое из того, что мы делали. Я говорю, Егор, теперь, когда ты это сказал, я тебе скажу, что я по этому поводу думаю. Я боюсь, что то, что мы настроили, сейчас будет работать все хуже и хуже, потому что это хорошо работает, когда работает то, что вы строили тогда. А без политической конкуренции, без реально работающего парламента, без свободы прессы, это все будет потесняться, то, что мы настроили. Вот поэтому у нас такой удивительный, примирительный разговор был. Во-первых, немножко про историю закона, потому что, повторяю, как многое в перестроечном периоде, были два потока, которые то сталкивались, то сходились, потому что был официальный проект, который готовил госстандарт СССР. Он назывался сначала «Закон о качестве». Потом, поскольку количества нет, решили закон о качестве. Потом закон о качестве и защите прав потребителей. Потом о защите прав потребителей в области качества. А в это же время мы делали альтернативный вариант этого закона. А поскольку был уже новый Горбачевский Верховный Совет СССР после 89-го года, то делали мы его с официальной рабочей группой. Ее возглавлял депутат от Петербурга Валерий Сергеевич Петропавловский. Технарь, это очень типичный, такой яркий человек из технической интеллигенции, главный инженер каких-то там военно-промышленных институтов, который вот избрался вот на этой самой волне. Где честные и умные? Вот. И мы в этом смысле играли на равных. Ему госстандарт и правительство объясняли свою позицию, а мы там 5-6 человек объясняли свою позицию. У нас были МГУшные юристы, Шерстобитов Андрей, например, прежде всего. Евгений Суханов, будущий автор гражданского кодекса, косвенно участвовал. Были Леонид Бочин, Петр Шилищ, ну и я тоже участвовал в этих обсуждениях. Что было главное в нашем варианте? Ведь в чем суть экономики дефицита? В том, что там потребитель задавлен и не имеет голоса. На современном институциональном экономическом языке это называется асимметрия переговорной силы. Поэтому мы делали все для того, чтобы скомпенсировать средствами, там, законы, организации, права, вот суда, эту самую асимметрию. То есть, чтобы, как бы сказать, провести контр, такую контрсилу. А что именно? Во-первых, мы дали потребителю возможность прибегать к любой форме защиты. Мы предусмотрели муниципальные органы по защите, государственные органы по защите, прямую судебную защиту и закон прямого действия, чтобы можно было к юристам не обращаться, общественные организации по защите, все что угодно. Если бы мы придумали что-нибудь пятое, мы бы записали туда что-нибудь пятое. Во-вторых, мы придумали, и честно скажу, это была какая-то исключительная удача. Вот до сих пор не понимаю, как же мы оказались такими умными. Вот не понимаю. Но задним числом выясняется, что мы сделали самый работающий закон в истории России. Почему? Вот смотрите, теперь-то понятно, как нам это удалось. Две вещи. Первое. Издержки для потребителя, который идет в суд, мы свели до минимума, потому что судиться можно где угодно. Можно по своему месту жительства, можно по месту пребывания ответчика, можно считать ответчиком производителя, а можно торговца. Это, кстати, оказалось еще важно почему. Когда в 90-е годы образовались уже достаточно влиятельные коммерческие группы, и началась скупка судебной системы, то выяснилось, что судебную вертикаль скупить довольно трудно, но теоретически олигархические группы могут скупить судебную вертикаль. А вот судебную горизонталь скупить никому невозможно. И это выяснилось во время дефолта в 98-м году, когда каждый олигархический банк мечтал сосредоточить рассмотрение об одном суде. Это невозможно, потому что каждый по месту пребывания, естественно, предъявляет. И все. Горизонталь не купишь. Поэтому мы фактически заложили принцип конкурентности и тем самым обеспечить независимое судебное решение, потому что, в принципе, человек, выбирая из трех вариантов, он найдет тот суд, который более независим, даже если придется дальше ехать. Моральный вред. Это была революция. Я понял, что мы победили, когда я в троллейбусе услышал, я добьюсь от них возмещения морального вреда. Это был уже год, наверное, 92-й или 93-й. Я понял, что если в троллейбусе это входит в лексику, то порядок, порядок. И в течение всех 90-х годов шла непрерывная динамика повышения уровня возмещения морального вреда, потому что судьи же решали тяжелейший вопрос. Они сначала пробовали это решать через привязку к зарплате или к размеру материального ущерба. Верховный суд им сказал, что нельзя, нет такой связи. Им приходилось решать этот вопрос каждый раз, в чем физическое и нравственное страдание лица. Почему, скажем, инвалиду и сломанный телевизор, который окошко в мир, компенсации должна быть больше, чем богатому человеку, у которого в разных комнатах стоят разные телевизоры. И так далее, и так далее. Причем от комических случаев, когда, ну опять, трагикомических тут, совсем-то комических нет. Я помню два случая судебной практики 90-х. Это делу очень маленького человечка, такой в Туле это дело было, очень маленького раз человека заказал себе дверь, глазок в дверь. А ему сделали стандартный глазок, он каждый раз должен был на табуретку вставать, чтобы в глазок посмотреть. И его представитель в суде доказывал, что он прекрасно сказал, этот человек каждый раз унижался, когда он возвышался на табуретке. Ему каждый раз напоминали. Вот судья должен был решить, действительно, сколько это стоит, вот эта ошибка. Девушка, которая косметологическую операцию сделали и вместо третьего номера сделали пятый, и от него ушел жених. И что? Вот это сколько стоит? То есть там совершенно другая жизнь какая-то началась с этой судебной системы и так далее, и так далее. Поэтому, возвращаясь к закону, закон работающим оказался, я бы сказал, по двум причинам. Во-первых, потому что в законе были предусмотрены все рычаги для того, кто заинтересован. Если не сработает этот, нажми вот сюда. И при этом он, повторяю, непосредственно человеком приводился в действие. А второй момент, что мы, конечно, обычная ошибка многих реформаторов стоит в том, что они считают, что реформа произошла, когда они приняли новый закон. Ничего подобного. Принятие закона, тем более в России, вообще ничего не означает. Вообще ничего. Это факт литературы, а не история. Мы с самого начала понимали, что закон нужно запустить в мозги. И мы делали программу инфосмента. Слов таких не было. Но мы что делали? Мы тащили человека в суд за руку, его сопровождают юристы, и говорили, мы сейчас под примысловом на холодильнику, тебе там... А он боялся, этот человек, говорил, вдруг меня засудят. Суд страшен советскому человеку. А когда происходил выигрыш, то дальше происходил зеркальный эффект. Поскольку это интересно, то все газеты, телепрограммы и так далее про это рассказывали. А поскольку разный стиль, разная аудитория, то получалось, что это вроде не один случай, а сразу 20. И в итоге возникало ощущение не только у граждан, но и у юридических лиц, что просто по всей стране непрерывно выигрываются суды, а следовательно, дело надо решать в досудебном порядке. Вот это были эффекты внедрения через... Повторяю, вот эти success stories, опять, тогда не было такого выражения, мы их делали сознательно. А то, что они так размножились, это мы не понимали. Это мы задним числом понимаем, почему они так размножились. Для меня загадкой, знаете, что является? Что за 90-е годы бизнес так и не догадался, что у нас была одна проблема. Это была главная тайна нашей организации. Пропускная способность судов ограничена. Почему никто из юристов и коммерческих руководителей того времени не понял, что при такой массовом применении все захлебнется, тем более, что было два урока. В 94-м захлебнулась судебная система и в 98-м. Что она очень... горлышко очень узкое. И мы-то изо всех сил делали всякие досудебные механизмы и так далее, медиация, арбитрешн, договоренности с союзами предпринимателей, потому что тогда эта система становится более гибкой. Но пока мы ее не сделали, это была иллюзия, что люди могут победить. Тем не менее, почему-то ну, видимо, неопытный предпринимательский класс решил, что это будет. Он стал в феврале 92-го года российским. Надо сказать, он сначала стал украинским, в ноябре 91-го его приняла Украина. В феврале 92-го России и тут же практически в марте принял Казахстан. Это дети союзного закона, потому что СССР исчез, как мы понимаем, в декабре 91-го. И с этого момента закон Союза СССР действовал до принятия национальных законов. Поэтому получается, что в России союзный закон действовал до по-моему, подписан был, принят в феврале 92-го, подписан был в марте или в апреле 92-го года. Вот тогда уже действовал российский закон. Они все были слеплены, это были дети союзного закона, они по образу и подобию, но одно отличие было. Хорошее отличие. В российском законе появилось понятие потребителя услуги. Это было великое предвидение, потому что нас ожидал в 90-е годы колоссальный сдвиг. В СССР сектор услуг как таковой был скорее имитирован, чем существовал. А в Новой России ему предстояло великое будущее. Поэтому то, что это было дописано в российский закон, было очень правильно. А сейчас украшает А